Новые планы и хорошие перспективы. Глава Ямальского района провел рабочую встречу с генеральным директором компании Ямал-СПГ. Евгений Кот в своем вступительном слове рассказал о ходе реализации интегрированного проекта по добыче сжижения по ставкам природного газа, который вступил в активную технологическую фазу. Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями производительностью по 5,5 тонн. Сегодня на двух первых уже идет производство на максимальной технологической мощности, а на третьей получен первый продукт. По словам гендиректора, сегодня нет сомнений в том, что третья очередь завода будет также эксплуатироваться с максимальной эффективностью, учитывая, что впереди уже поставлены новые задачи. Продолжается с 34-й очереди. Это относительно небольшая очередь, 0,9 миллионов тонн. Уникальность ее заключается в том, что она выполнена полностью на отечественных технологиях. Сейчас заказываю ввести оборудование. Оборудование тоже российского производства. И компрессорное, и турбины, и все мкосное оборудование, и теплообменники. Таким образом, в проекте МОСПГ будет не из трех очередей, как мы говорили, а из четырех состоять. И четвертое будет такая уже полностью отечественная. Впервые на такой встрече присутствовал генеральный директор компании «Новотек» Юрхаров «Нефтегаз» Денис Плеханов. Это предприятие является дочерней компанией публичного акционерного общества «Новотек» с 2002 года и занимается разработкой Юрхаровского месторождения. В 2003-м оно было запущено, а в 2012-м выведено на проектную мощность. На территории Ямальского района расположены три лицензионных участка компании «Новотек» Юрхаров «Нефтегаз». Северо-Тосийский лицензионный участок, Сидорский лицензионный участок, где мы работы пока не проводим, и участок недр федерального значения, включающий Верхнетеутейское и Западно-Сеяхинское месторождение. Значит, на данном месторождении, так скажем, мы проводим первый этап при последующем обустройстве месторождения. Это мы выполняем, не мы, а наш подрядчик выполняет сейсморазведочные работы. Это будет второй полевой сезон, то есть первый полевой сезон был 17-18, и сейчас будем выполнять работы второй полевой сезон, 18-19. Цель визита – познакомиться лично с руководством района, проинформировать специалистов администрации о будущих работах на своих лицензионных участках и заручиться содействием в организационных вопросах, которые возникнут в ходе работ. На встрече также обсудили базирование сейсморазведочных партий, трудоустройство местного населения и дальнейшее развитие самой ближайшей к этому участку фактории Матюеха.